Здравствуйте, ребята! Мы с Кузей очень рады вас видеть. Вот Кузя вам машет и говорит, что сейчас начнется все самое интересное. Что же сегодня прячется в Кузином сундучке? Давайте мы с вами скажем волшебные слова и заглянем туда. Но Кузя мне шепчет на ушко, что что-то мы забыли. Мы забыли сначала поиграть. Покажите, пожалуйста, ваши ручки и сожмите их крепко-крепко в кулачки, потому что сейчас ваши кулачки превратятся в птички. Да, две птички, две маленьких синички. А большие пальчики – это клевики у птичек. На штаб. Приготовили ваших птичек? Тогда играем. Сидят в гнезде две птички, две маленьких синички. Сидят, прижавшись тесно, тепло в гнезде им вместе. Давайте мы их согреем. Вот первая проснулась, проснулась, встрепенулась и в небо улетела, и песенку запела. Вторая вот проснулась, проснулась, встрепенулась и в небо улетела, и песенку запела. И вот две птички вместе под солнышком летают. Их солнышко своими лучами согревает. Вот вечер наступает, и солнышко садится. Пора домой с синичком, под вечер возвратиться. Сидят в гнезде две птички, две маленьких сестрички. Сидят, прижавшись тесно, тепло в гнезде им вместе. Согреем их. Хорошая игра, правда, птичек? Но еще мне очень хочется, чтобы вы показали маленьких птенчиков. Смотрите, вот птенцы, а вот гнездо. Птенцам в нем сухо и тепло. И другой ручкой давайте покажем. Вот птенцы, а вот гнездо. Птенцам в нем сухо и тепло. Вот как. В птичек мы поиграли, в птенчиков тоже поиграли. Теперь можно заглядывать в сундук. Правда, Кузя? Мы говорим волшебные слова. Сундучок, сундучок, позолоченный бочок, расписная крышка, медная задвижка. Раз, два, три, четыре, пять. Можно сказки начинать. Так что же у нас сегодня в сундуке? А в сундуке у меня кукла. Резиновая кукла. И зовут ее, между прочим, Зина. Резиновую Зину купили в магазине. Резиновую Зину в корзине принесли. Она была разиней. Резиновая Зина упала из корзины и смазалась в грязи. Мы вымоем в бензине резиновую Зину. Мы вымоем в бензине и пальцем погрозим. Не будь такой разиней, резиновая Зина, а то вернешься, Зина, обратно в магазин. Понятно? Представляете? Упала прямо в грязь. Давайте-ка все вместе пальчик вот так, ребят, приготовим. И вместе ей скажем, не будь такой разиней, резиновая Зина, а то вернешься, Зина, обратно в магазин. Но это мы, наверное, шутим, правда? Никто же Зину обратно в магазин не отправит? Нет, не отправят. Правда, Кузя? Кузя говорит ни за что. И сейчас мы, пожалуй, тогда Зину понесем на улицу не в корзине, из которой она падает, а понесем ее в сумочке. Уж из сумочки наша Зина не должна падать. Сойди, Зина, в сумку. Ох, какая она у меня красивая. Зина в сумке. Не одна сидит еще в сумке. У меня хранится носовой платочек. Ребятки, а вы знаете, что такое носовой платок? Кузя, конечно, улыбается и говорит, что все знают, что такое носовой платок. А я вам скажу, что не все. Потому что сейчас у всех в кармашке или в сумочке лежит не носовой платок, а лежат салфетки бумажные или платочки бумажные. Но это так скучно, когда бумажный платочек, потому что в него так не поиграешь, как в носовой платок. И сегодня, друзья, я вас научу играть в носовые платочки. И сейчас, пожалуйста, остановите нашу сегодняшнюю сказку и бегите, раздобудьте носовой платок, потому что без него вам дальше не будет так интересно, как с ним. Хорошо? Если вы не найдете носового платочка, то смело можете принести просто кусочек ткани. Но такой большой вам не подойдет. Придется расспросить у мамы разрешение, чтобы отрезать от него небольшой квадратик. И если даже вы не сможете найти красивой тряпочки, от которой можно отрезать квадратик, тогда выход есть. Вот такие салфетки, которые тоже есть в каждом доме. Прочные? Угу. Не очень сильно тянутся, но найти точно у мамы можно. Отправляйтесь за платочком, а я вас подожду. Ну что, друзья, вы нашли носовой платочек? И спросите, зачем же он нам нужен? И что же с ним можно делать интересного? Очень просто. Если вы взяли с собой на улицу куклу, то ее можно заворачивать в носовой платочек, как будто в одеялко. И кукле уже не будет холодно, и будет даже в одеялке очень уютно. Но еще в носовой платочек можно поиграть вот так. Кладете его на ровную, гладкую поверхность, а потом на уголочек ставите два пальца. И берете за краешек и пропускаете сам платочек между пальцами, а потом в обратную сторону. И ох, так хорошенечко, хорошенечко натягиваете. И снова между пальцами, и снова в обратную сторону, и еще раз, и еще раз, покуда у вас не закончится терпение. Я, пожалуй, сделаю еще раз. Самый последний. И у нас получается смешной человечек. Жил на свете человек, скрюченные ножки, и гулял он целый день по скрюченной дорожке. А еще можно поиграть. Вот так. Большие ноги шли по дороге, топ-топ-топ-топ. Маленькие ножки бежали по дорожке, топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Вот такая игра может быть с платочком. Но не только такая. Я сейчас разровняю свой платочек и научу вас делать из этого платочка колыбельку. Сложите платочек пополам, а потом сложите, пожалуйста, его еще с двух сторон к серединке и переверните платочек. А после этого начинайте закручивать платочек, чтобы он превратился в маленькую колбаску. и уголочки выверните. И тогда у нас получилась маленькая люлечка, в которой качается младенчик. Баю-баюшки, баю, баю-доченьку мою. Представляете, какую кроватку можно сделать из носового платочка и поиграть тут же с ней. А если вы хотите сделать кроватку не с одним младенчиком, а с двумя, то я вас тоже могу этому научить. Готовы учиться? Тот же самый носовой платочек складываем пополам, а потом складываем к серединке, переворачиваем и начинаем закручивать колбаску с одной стороны и с другой стороны, чтобы две эти колбаски в серединке встретились. Перевернем и вывернем. И у нас с вами получилась маленькая-маленькая кроватка, в которой один малыш спит и другой малыш спит. Представляете, двойняшки. Какой-то маме очень сильно повезло. Хм... А если вам кажется, что это нет ни малыши, а просто очень хорошенькая кроватка, тогда я вам советую найти маленькую игрушку и в эту кроватку положить. Кузя, у нас с тобой есть маленькие игрушки. И Кузя говорит, конечно, есть. У нас есть кукла. Кукла, ты хочешь спать? Кукла говорит, что она не хочет спать, но мы ей говорим, что надо. Хм... И кукла лежит в кроватке. Здорово! Мне тоже очень даже нравится. Но и это еще не все. Хочу вас научить делать самую настоящую, самую лучшую клыбельку. Но это будет капельку посложнее. Готовы? Берем носовой платочек и складываем его по диагонали, чтобы у нас с вами получился треугольник или же косынка. А потом один уголочек отгибаем, так чтобы он немножко выглядывал. Переворачиваем и этот выглядывающий уголочек накрываем. Уголочки боковые складываем и еще раз складываем. А тот уголочек, который выглядывает, прячем в серединку, а потом вот мы спрятали, а с другой стороны у нас тоже с вами кармашек. И мы его выворачиваем и вытягиваем уголок. И у нас получилась такая замечательная и уютная кроватка, колыбелька, что я, пожалуй, сюда сейчас положу спать. Зайчонка снял зайчишка тапочки, чисто вымыл лапочки, съел морковку и в кровать будет зайка крепко спать. И я даже приготовила зайкину маму, чтобы она укачивала эту колыбельку. Снял зайчишка тапочки, чисто вымыл лапочки, съел морковку и в кровать будет зайка крепко спать. И пока наш зайка спит в колыбельке, я хотела вам прочитать из моей любимой книжки, которую придумала гайда Лакснынь, и еще маленькие коротенькие истории про зайчишку. Книжка называется «Послушный зайчонок». Так привыкли мы к порядку. Ровно восемь все в кроватку на бочок и молчок. Положили на подушке куклы, щечки, зайки, ушки, козлик, рожки, а свинка ножки. Разве можно ножки класть на подушку, ребятки? Давайте пальчиком так погрозим свинки. Ай-яй-яй! Ножки на подушку не кладут, а кладут щечки и головки. Правда? А так как уже час поздний и пора ложиться спать, давайте-ка я вам расскажу считалку специальную, которая считается перед сном. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Надо, надо, надо спать и не надо куролесить. Кто уснёт, увидит сон, а кто не спит, тот выйдет вон. Кузя, а ты-то почему ещё не спишь? Давайте-ка все пойдём спать. Спокойной ночи, ребята, и до новых встреч. Пока-пока. сон.